И вот кольцо из 15 портов. В 1255 году был основан Королевский замок. Появляется город, который нужно защищать. На тот момент было выстроено такое кольцо из городских стен, городских ворот. На ночь ворота закрываются, наверху караульный с оружием, все, ни одна сомнительная личность в город не попадает. Но это 1255, 1300, 1400 год, это очень-очень давно. И тогда городские стены справлялись с защитой города. Но идут года века, подступает 19 век, наступает, и вот уже в это время городские стены с защитой города не справляются. Более мощные пушки, дальность стрельбы увеличена, все, городские стены, они уже не смогут защитить город. И тогда возникает необходимость оборонительное кольцо отодвинуть подальше от города. И тогда на расстоянии 6-7 километров от города строится кольцо из 15 фортов. Наш форт, пятый, относится к большим основным фортификационным сооружениям. Расстояние между фортами небольшое, от 2 до 4 километров, что обеспечивает зрительную и огневую связь. В случае необходимости перекрестного огня уничтожается тот враг, который пытается пройти между двумя фортификационными сооружениями. И тем не менее, на помощь фортам были установлены такие полевые укрепленные сооружения. Вот так, треугольничком таким обозначаются форты, а вот красные точки между ними – это укрепленные сооружения. Для того, чтобы таким мощным кольцом плотным окружить город. И вот это кольцо из 15 фортов называли «ночная рубашка Кёнигсберга» или «фирина Кёнигсберга». И считали, что в таком хорошо защищенном городе крепости жители могут спать спокойно, им вообще ничего не страшно. Но апрель 1945 года дал понять, что если советские солдаты штурмом идут, то никакие оборонительные сооружения не будут для них препятствием. Наш солдат пройдет везде. Пятый форт, он имел большое значение. Он прикрывал дорогу на Пилау, это Балтийск нынешний. Порт, корабли, выход в море – именно оттуда шла помощь немецким солдатам, которые держали здесь оборону в Кёнигсберге. Поэтому командование своему форту дало задание стоять и помогать своим. А наше командование дало нашим солдатам задание во что куда ни стало – блокировать деятельность форта и не пропускать. И даже когда уже дорога была перекрыта, уже не немцы шли по этой дороге, по этой дороге шли наши колонны, наша техника, наши танки, которые двигались по Кёнигсбергу, наши раненые шли. И немцы полили по нашим колоннам. Поэтому двое суток, дольше всех из всех 15 портов оборонялся пятый форт. Двое суток за него шли жестокие бои. Ну и в конце концов это все унивенчалось нашей победы, и наши взяли штурмом форт. Как форт выглядит с высоты птичьего полета, и в принципе все фортификационные сооружения примерно так же выглядят, мы посмотрим на другом плакате. Рыбы сухие, некоторые заполнены водой. Вода проточная, не стоячая. Есть шлюз, откуда вода поступает, шлюз и ручей, куда вода уходит. Единственным местом, где соединялся форт с прилегающей территорией, это был мостик. Других никаких ходов, выходов с форта нет. Раньше мостик был подъемный, ну вот когда форт или на фортификационное сооружение функционировал. Мостик поднимается, все, это остров. Никак, кроме как в плак по воде выйти было невозможно. На вот это вот тыловая часть танка, это фронт. С тыловой части был установлен двухамбразурный бетонный дот. Вот развалины дота, камни большие, там толщина стен тоже до двух метров. Это результат боев 45-го года, а также позже подрывов с саперами. Саперы уничтожали мины, которые нашли на прилегающей территории и взрывали их в самом разрушенном доте и на территории форта. Если вы посмотрите, вот это сегодняшняя фотография форта. Правая часть у него сохранилась, а левая крыла не сохранилась. Видите, развалины. Там был склад с боеприпасами. Туда попала наша бомба, но не сдетонировала, не взорвалась. Позже саперы уничтожали там мины, ну и, соответственно, вся эта левая часть вметнулась в воздух, а засыпались внутренние помещения, а мы туда не ходим. Но вот эту всю правую половину мы с вами пройдем, а так как симметрия относительно центрального паттерна, центрального коридора, делит форт ровно на две одинаковые половинки. То есть пройдя одну половину, мы будем понимать, как форт выглядит целиком. Вот в этой пиловой части находились жилые помещения, казармы. Солдатский казарм, офицерский, кухни, столовые, лазареты и туалетные комнаты. Вот последние четыре проема комнаты, это туалетные комнаты, если шоу в ров. Также склады с провизией и склады с боеприпасами. Вот глядя на вот эту фотографию, как вы думаете, сколько этажей здесь? Сколько этажей? Вот глядя вот сюда. Один. Один. Три. Их три. Три этажа. Нет, подземных помещений нет. Все этажи находятся над землей. И вот эти три этажа мы с вами сможем посмотреть. Под землю спускаться не будем, так что все три этажа находятся над землей. Вот это сегодняшняя фотография форта. А как форт выглядел в апреле 1945 года, когда только-только наши его взялись, мы сможем посмотреть на вот эти фотографии. Что они сделали? На 9 апреля 1945 года сохранилась одна из четырех башен и часть надписи с названием форта. Когда форт только был построен, то ему присваивали порядковый номер и название по имени населенного пункта, который рядом находился. Так вот, на момент построения форт назывался Шарлоттенбург. И только после того, как все кольцо из 15 портов было выстроено, то их переименовали в честь русских правителей, либо военачальников, участников войны с Наполеоном. И тогда форт стал назваться Король Фридрих Вильгельм III в честь русского короля. И вот такое красивое длинное название у него было вплоть до апреля 1945 года. Так вот, на 9 апреля сохранилась еще часть вот этой надписи с названием форта. Что сделали наши? Взбили башню за ненадобностью, взбили вот эту часть надписи и переделали центральный вход. У немцев невысокий арочный вход. Мы заходили в большой прямоугольный. Если были обнаружены помещения, которые требовали расчистки какой-то, какой-то реставрации, никто этого не делал. Разминировали, кирпичом вход заложили и все. То есть мы с вами пройдем по постройке, которая не подвергалась ремонту и реставрации. То есть вот этим стенам в 142 года. Зато, кстати, можно было бы сохранить как историческую постройку конца 19 века. Но в 45-м году все немецкое вызывало совершенно другие ощущения. И сохранять даже исторический объект никто не хотел. Надо было территорию обживать и страну восстанавливать. Ну, хорошо, что не взорвали. Теперь мы знаем всю вот эту мощную историю этого фортификационного оснаружения. Каким же образом форт штурмовали? Мы на другом блокаде посмотрим. И к фортификационному кольцу с целью штурма командование Красной Армии, учтя толщину потолков форта, сложность полевой обороны, приняло решение вначале обстрелять все фортификационные оборонительные сооружения. И вот с 3 по 6 апреля 1945 года массивно наносились удары по всем фортам. И самолеты, авиация бомбила, и сухопутные орудия тоже били по фортам. Из 73 прямых попаданий на крышу форта, крыша выдержала все 73 попадания, получив только две сквозные пробоины. Пробойна получается, если снаряд попадает в воронку от предыдущего снаряда. То есть просчитайтесь на 2 на 3 метра, и воронки не будет. Пробойны вот этой вот не будет. Крыша, которая была построена в конце 19 века, выдержала штурм 1945 года. Поэтому нам тут ничего не страшно. Прятаться нужно приезжать сюда. Вот в результате штурма, конечно, и гарнизон понес потери. И пушки на боевом валу, которые находились, тоже уже были повреждены. Но гарнизон не сдается, и 6 апреля начинается штурм. 6-7 апреля наши солдаты пытаются перебраться через ров и проникнуть в помещение форта, но немцы стреляют, не подпускают наших солдат. Тогда в ночь на 8 апреля со стороны фронта на артиллерийских тягачах к тыловой части подвезли пушку. 17,5 тонн весила пушка и тележку со снарядами, каждую от 250 килограммов. Поставили напрямую наводку порядка 600 метров от форта, и начался обстрел. Сначала разбомбили ДОТ, потом стали по самому форту стрелять. И лишь 8-й выстрел был решающим. Немцы тогда выкинули белый флаг. До этого думали они, что бой выиграют. И вот когда пленных немцев выводили, они просили, покажите вашу пушку, которая бьет, а у нас тут все сотрясается. Но никто даже пленных немцев на экскурсию к пушке не повел. Так они и не знают, что же это за орудие особой мощности по ним стреляло. И вот за взятие форта. А форт, ну, он небольшой по размерам в рамках города. Центральная патерна 105 метров, ширину он 215 метров. Гарнизон тоже уже был не 300 человек, не в составе 300 человек, уже меньше было. И пушки были повреждены. И тем не менее, за взятие 5-го форта 15 наших советских солдат были удостойны самой высокой награды. Это герой Советского Союза. И все 15 прижизненно. Это можно сказать в случае единичной. Обычно посмертная такая награда. Часто. Один, два, три человека. А тут 15. 15. И прижизненно. И вот эти 15 героев. На тот момент у них были разные фамилии, разные звания, разные возрасты. Никто никогда не делился. Все действительно единым целым шли, приближали победу. Все представлены к награде прижизненно, но... Дворский Иван Иванович, он погиб на следующий день при штурме Кёнигсберга. Он представлен к награде прижизненно, а награжден посмертно. А все остальные 14 вернулись домой с победой. Живыми и с наградой самой высокой и выше, которой не было. Конечно, уже сейчас прошло много времени, и никого уже не осталось. Последним ушел из жизни полупанов Владимир Константинович. Вот на тот момент, когда он штурмовал форт, ему было 20 лет. 20 лет! 20 лет! Он совсем молодой мальчишка еще по большому счету. Он только прошел обучение и был отправлен на фронт. А домой он вернулся живым, с победой, со звездой Героя Советского Союза. После войны он остался на службе военной. Он дослужился до генеральских погонов. И жил под Киевом и скончался в декабре 2018 года. То есть, менее двух лет назад был жив человек, который этот форт прошел своими ногами полностью. Он здесь знал все. Каждую паттерну, каждый каземат, каждый кирпич, каждую пробоину. Он здесь все знал. Потому что после того, как наши уже взяли форт, основная часть солдат ушла, оставили только группу из 20 человек, молодых солдат, которые должны были обследовать форт, охранять пленных немцев, разминировать, ну вот какие-то такие работы проводить. И вот Владимир Константинович был одним из вот этих вот солдат, которые остались здесь. Мало того, что он штурмовал, так плюс еще и весь этот форт прошел. И уже даже когда форт, здесь уже был музей, он сюда приезжал, прошел по своему пути боевому, рассказывал много интересных историй. Фамилии этих героев увековечены на памятном камне и на стелле вокруг. Форта можно пройти по дорожке и посмотреть, там тоже много информации. Конечно, форт штурмовали не только эти 15 человек, их было гораздо больше, но эти 15 были удостоены вот этой вот самой высокой награды. Каким же образом нашим солдатам удалось сюда проникнуть, внутрь форта, мы увидим, когда спустимся в напольный капонир. А теперь возьмите. И как грузов, которые сюда привозили. Тяжелые крупногабаритные грузы доставляли сюда на форт. Сюда заезжала телега, запряженная лошадьми, либо автомобиль. И при помощи механических талевых лебедок, два крюка стальных, видите, в потолке, и почти 6-метровый потолок. Вот при помощи механических талевых лебедок эти грузы перегружались на тележки и по другим казематам, по другим паттернам развозились. Потому что автомобилю, либо телеге трудно было бы здесь маневрировать, как-то куда-то разворачиваться. Приехали, разгрузились, загрузились и уехали. А теперь мы давайте с вами зайдем в еще один параховой погреб и посмотрим, каким же образом вентилировалось это помещение и освещалось. И так, это тоже параховый погреб. В параховом погребе хранится порог. Ворог – вещество взрывоопасное. И вот поэтому, чтобы здесь не было взрывов, тут были максимально саблены все техники безопасности, которые были на тот момент доступны. Вот обувь у немецких солдат была подбита не так, как у наших сапоги. У наших только каблук обработан, такая подковка была. А у немецких солдат вся подошва была пробита гвоздиками. И вот когда немецкий солдат шел по брусчатке, а эта брусчатка, по которой уже не родная брусчатка форта, она была именно во время стрельництва заложена. Вот когда немецкий солдат там шел, могла и насекаться искра, когда вот этот железный гвоздик металлический на подошве ударяется, камень брусчатки. Ну не будет же солдат преобуваться при тем, как зайти сюда, в пороховой погреб. Поэтому все пороховые погреба, так или иначе связанные с хранением пороха либо боеприпасов, имеют покрытие пола антиискра. Вот это вот родное покрытие пола, которое не давало этой искле даже зародиться. То есть оно как силы ее даже в зачатке таком, скажем. Но, как видим, в принципе, здесь взрыва не было, то есть это сработало, эта техника безопасности сработала. Так как в девятнадцатом веке еще не было, так массово не использовалось электричество, ну, на самом деле, когда форт строился, еще не было электричества, то в любом случае это помещение должно каким-то образом освещаться. Освещение было живым огнем. Свеча, либо лампа, где горел живой огонь со стеклянной клубой, но никогда в пороховой погреб с живым огнем не заходили. Если в покрытие пола антиискра, то о каких свечах может идти речь? Для этого было придумано осветительное окошко. Вот два подранных окошка больших. Было простое жаропрочное стекло. И так, за стеной находится приспособление, где можно было запрещать вот этот осветительный пилот. Лампа, либо свеча, либо какие-то другие у нас. Не факел, конечно, но что-то на подобие. Либо лучше, чтобы живой человек все-таки наблюдал, что здесь происходит. То есть освещение происходило оттуда, за стеной, за стеклом, а сюда подзаходил солдат и выполнял тот приказ, который ему командир нужно было. Что надо взять, что надо положить. Таким образом происходило освещение. Вот эти три друг на друга маленькие отверстия, это вентиляционная шахта. Туда входит труба, вот так вверх, и там же главы тупорционная труба наверху, на выше. Также, чтобы порох не оцелевал, так как он должен находиться в таком сухом биле, то вторник порох, который подливал, должно быть тепло и сухо. Вот эти вентиляционные шахты большие поступают в сухой, тёплый воздух. Вот тут вот она, их шесть стоит, одна напротив, ещё одна. Вот здесь, а не заложено, не влечён. Сюда поступает сухой, тёплый воздух. То есть, где-то там, за стенами этого погреба плопятся печи, а здесь тепло и комфортно для того, чтобы порох не терял свои боевые качества. То есть, все вот эти меры безопасности были соблюдены. А сейчас здесь у нас выставка, но она для самостоятельного осмотра. Одно могу сказать, что на территорию Восточной Пруссии было заброшено 2,5 тысячи разведчиков. Молодых, талантливых, хорошо подготовленных разведчиков. В живых осталось только 250 человек. 2250 погибли. На сегодняшний день ещё жив один из тех разведчиков. Он был в размере группы Джек. Фамилия его Юшкиевич, он живёт в Беларуси. В своё время он преподавал немецкий язык. Ну разве чего же? Хорошо нужно знать язык этой страны, куда его забрасывают. Так вот, он даже потом в мирное время немецкий язык преподавал. Но данных других нет, значит он жив. Дай Бог, чтоб ещё прожил. Хотя бы столько же, сколько он прожил сейчас. Но всё-таки это хорошая закалка. Такое пролетение. Так что здоровья ему. Небольшие, которые использовали здесь для стрельбы, они были не очень мощные. Потому что, если стреляют, чтобы грохота здесь не было. Видите стальный крюк в потолке над амбразурой? Вот при помощи лебёдок эти орудия ставили на площадку, вёлся бой. Но они были нужны только для того, чтобы прикрывать ров. То есть если вдруг какие-то враги переправляются по водам рова, то вот эти орудия используются для уничтожения этих врагов. Если враги наступали там, на контрскарпе, на противоположном берегу рва, для этого использовали, для защиты от тех врагов использовали пушки, которые на боевом валу, там, на крыше форта стояли. И вот это вот ещё такая разница в высоте, низкое расположение амбразур и высокий берег контрскарпа, вон тот вот берег рва, он, кстати, высотой до воды 3 метра. Контрскарп высотой 3 метра. То же такой защитный момент. Например, если там враг какой-то стоит и хочет прицельно сюда выстрелить и попасть и уничтожить того караульного солдата, который здесь находится, в принципе, расстояние небольшое, и прицельно сюда можно попасть. Но чтобы сюда ему, тому врагу, хорошо попасть, ему нужно подойти сюда практически к самому краю рва. Но как только он там ходит и целится, его уже отсюда замечают, и, соответственно, его отсюда уже уничтожают. Чтобы тому человеку сохранить себе жизнь, он должен уйти туда, вглубь берега. Он тогда амбразуры видит, но прицельно выстрелить он уже не может. А встать и прицелиться, это значит подставить себя под удар. Вот такой защитный момент. И тем не менее, все амбразуры закрывались толстыми металлическими створками, если не нужно было вести бой. Во всяком случае, на 19 век пробить такую створку металлическую было невозможно. Вот сохранилась она до сегодняшних дней. И если учесть, что эта створка внутри капонира находится, а створки, которые закрывали амбразуры, снаружи, то, возможно, они были даже помощнее, чем вот эта внутренняя створочка. Наши саперы выбили металлическую створку крайней левой амбразуры. Продолжение следует...